Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 апреля. Житие преподобной матери нашей Афанасии. Описание жизни и подвигов святых для назидания читающих или слушающих есть не только заслуживающие похвалы и спасительное дело, но и исполнение апостольской заповеди, повелевающей совершать воспоминания в честь их. Это и заставляет нас предложить хотя бы краткое повествование о жизни блаженной Афанасии, тем более что добрые примеры ее жизни, как события уже давно минувшего времени, могут забыться, и многие лишились бы таким образом весьма назидательных уроков для своей души. Это достойное восхваление и соименная бессмертие жена, ибо в переводе с греческого языка означает «бессмертие» Афанасия, являвшаяся во своей добродетельной жизни верной и благой рабой небесного владыки, происходила от благочестивых и благородных родителей Никиты и Марии. Они жили на острове Эгине, где и родилась от роковица, ставшая впоследствии избранным сосудом Святого Духа. Еще в семилетнем возрасте она быстро выучилась в чтении Псалтири и отличалась любовью к книгам, особенно прилежно занималась чтением Святого Писания. Однажды во время работы за ткацким станком она увидела спускавшуюся к ней сверху блестящую звезду, которая, дойдя до ее персии и осветив ее рсю, исчезла. С того времени от роковица просветилась душою. Возненавидев суету мира, она решила идти в монастырь. Но родители сильно воспротивились к благому намерению своей дочери и принудили ее, вопреки желанию, выйти замуж. В браке она прожила лишь 16 дней, после чего неожиданно овдовела. Внезапно на ту сторону напали дикие мавры, так что муж Афанасий должен был идти на войну, где и был по неисповедимому промыслу Божию убит. А вдове Афанасия снова решила удариться в монастырь. Но прежде чем она успела привести в исполнение свое желание, пришел указ царя, требующий, чтобы девы и молодые вдовы вступали в брак с его воинами. Убеждаемая своими родителями, Афанасия вторично вышла замуж. И в новом замужестве она не оставляла заботи о своем спасении. Не прещаясь удовольствиями и не предаваясь излишней заботе о временных благах, она почти все время проводила или чтение Святого Писания, или чтение псалмов. Кротость и искреннее смирение составляли ее главное украшение, поэтому домашние не могли не относиться к ней иначе, как с любовью. А соседи, знавшие ее добродетельную жизнь, не отзываться о ней с похвалою. Она так любила помогать бедным, что иногда в ее богатом доме не находилось уже ничего для подаяния. Она с честью принимала приходивших к ней иноков и странных, с любовью давая им приют. Вдовам, сирым и всем нуждающимся она щедро раздавала необходимое для жизни. А одно время, когда настал в той стране сильный голод, многих, доведшие до нищеты, Афанасия корбила не только единоверных, но и живших там язычников. Умирая от голода, приходили они к блаженной Афанасии. И она давала им не только пищу и одежду, но и все остальное, в чем они и нуждались, исполняя таким образом слово Господне. Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный, милосерд. Солнцу своему повелевающе сиять на злых и на добрых, и дождю проливаться на праведных и на неправедных. В воскресные праздничные дни Афанасия радушно приглашала к себе своих соседок и читала им Святое Писание, внушая им любовь к Богу и наставляя их в добродетельной жизни. Так, постоянно возрастая в богоугодной жизни, Афанасия украшалась добродетелями, подобно тому, как поле весной украшается цветами. По истечении нескольких лет замужества, она убедила своего мужа, отрежься от мира с его соблазнами и пойти в монастырь. Он, внял наставлением своей супруги, и, сделавшись истинным, проводившим достойную своего звания жизнь, иноком с миром, спустя некоторое время после пострижения, отошел ко Господу. Оставшись свободной, блаженная Афанасия посвятила всю свою жизнь исключительно на служение Богу. Найдя других благочестивых жен, обладавших такой же любовью к Богу и имевших одинаковое с ней намерение, она с радостью примкнула к ним. Вскоре, раздавши свое имение нищим и постригшись от одного благочестивого старца, жены удалились от мира, избрав для безмолвной жизни некоторое уединенное место. Спустя три или четыре года, несмотря на отказ блаженной Афанасии, жены убедили ее принять над ними начальство. Но она, хотя и носила звание игуменья, считала себя за последнюю между ними по заповеди Господней, ибо кто хочет быть из вас большим, да будет для всех слугою. И трудно подыскать слова для выражения всей высоты ее смирения, считая себя недостойной даже пребывания среди жен. Она тем более считала себя недостойной принимать от них услуги. Она поэтому не позволяла никогда ни одной из них прислуживать себе, хотя бы возлить на руки воду. Воздержание было очень велико. Только вечером вкушала она немного хлеба и воды пила, не более того, сколько нужно для утоления жажды. Елей и вино, сыр и рыбу она употребляла с благодарением Богу только лишь в празднике Рождества Христова и Светлого Христового Воскресения. Во святую четыридесятницу и остальные посты пищей ей служила, а одна невареная зелень, которую она принимала лишь через два дня. Воды же в те дни она употребляла как можно меньше. Камни, положенные на земле и покрытые острой власеницей, были для нее постелью, которую каждую ночь, подобно Давиду, она обливала своими слезами. И эти слезы, возбуждаемые любовью к Богу и сознанием своей греховности, при молитвах и псалмопениях, лились из ее очей, как потоки. Верхняя одежда Афанасии состояла из овечьей шерсти. На теле же она носила острую власеницу. Спала она очень немного, но большую часть ночи проводила в усердной молитве к Богу. И в благочестивых размышлениях о днем или одна, или вместе с другими женами, она занималась пением псалмов. Она заботилась о том, чтобы ни один час не проходил без молитвы. Постоянно словословила Господа, подражая Давиду, который говорит, благословлю Господу во всякое время, «Хвала ему всегда в устах моих». До самой кончины своей, с того дня, как вошла в монастырь, она ни разу не вкусила ни одного садового плода. Много горя видела Афанасия, управляясь с сестрами и заботясь об них. И однако, по смирении и кротости, она ни одно из них никогда не сказала укоризненного или оскорбительного слова. Никто не слыхал от нее чего-либо обидного, ни малый, ни большой, ни раб, ни свободный. Многократные прислушания со старной сестер она переносила кротко и спокойно, надеясь на воздаяние в будущей жизни. После четырехлетнего управления с сестрами, блаженная Афанасия пришла к мысли переселиться из этого места в другое, где было бы более удобно служить Богу в безмолвии. По Божьему усмотрению, они нашли одного инока, старца, бывшего священником и игуменом по имени Матфея, человека добродетельного и святого. Узнав о благом намерении жен, он указал им желаемое место на том же Игинском острове. Это была одна пустынная гора, в которой сохранялась и древняя церковь во имя святого первомученика Стефана. Увидя это место, преподобная Афанасия сказала, «Я давно уже духом знала об этом и думаю, что мы проживем здесь до самой смерти». Преподобный Матфея из благословения епископа той страны устроил при церкви святого Стефана обитель для блаженной Афанасии с сестрами. Достойно упоминания, хотя в немногих словах, жизни преподобного Матфея. Этот преподобный отец возложил на себя великий подвиг. Каждую ночь он прочитывал псалтырь, присоединяя к сене еще молитву. Когда же наставала необходимость подкрепиться сном, то он спал не лежа, но сидя и то самое малое время. При пении псалмов, чтении молитв или при принесении бескровной жертвы он приходил в столь сильное умиление, что не мог удержаться от слез, и присутствовавшие не могли не извлечь для себя пользы из такого трогательного зрелища. Преподобный Матфей носил одну только острую власиницу и совершенно иссушил великим воздержанием и подвигами свою плоть. Особенную любовь имел он к святому евангелисту Иоанну Богослову, возлюбленному ученику Господа Иисуса Христа. Однажды летом, в день памяти святого апостола, преподобный Матфей, приступая к совершению божественной литургии, сказал одному из сослуживших ему присвидетеров, «Кто достоин ныне того, чтобы быть во Ефесе и видеть там святого евангелиста Иоанна Богослова?» После этих слов он вздохнул от всего сердца и сильно заплакал. И произошло чудесное событие. Преподобные два его сослужителя, священники, узрели святого Иоанна Богослова, стоящего при престоле, и видение продолжалось до конца литургии. От этого зрелища святой Матфей пришел в такое умиление и исполнился в такой духовной радости, что не мог в течение трех следующих дней вкушать пищи. Однажды к преподобному был приведен совершенно расслабленный человек. Жалившись над ним, он снял с себя мантию и одел ею расслабленного. И тот тотчас выздоровел. Другой человек пришел к нему, имея по действию дьявола перекошенное лицо. И когда преподобный прикоснулся рукой к его лицу, творя над ним крестное знамение, то оно приняло сейчас же свой обычный вид. Также одна старица, мучимая нечистым духом, пришла ко святому и по его молитвам освободилась от мучителя. Подобным же образом исцелена была и другая жена, Инокиня, тоже страдавшая от нечистого духа. Но этот, как видно и сейчас, рассказан великий угодник Божий, получивший от Господа дар исцеления, по неисповедимым судьбам Божьим скончался в воде насильственной смертью. Корабль, на котором ехал преподобный, направляясь в Старьград, утонул со всеми бывшими на нем людьми. Остров Егина поэтому лишился мощей преподобного отца, которые для многих бы явились источником исцелений. После него пресетером и игуменом был скопец от рождения по имени Игнатий. По своей добродетельной жизни и дарам, полученным от Господа, он был подобен преподобному Матфею, не уклоняясь от пути богоугодной жизни до самой смерти. Он честно отошел ко Господу. При гробе его изгонялись бесы и получались исцеления от болезни. Теперь возвращаемся опять к повествованию о жизни преподобной Афанасии. Было сказано, что преподобная Афанасия обладала великой кротостью и смирением. Почти постоянно молясь Богу, она, взирая на небо, видела иногда удивительное, возбуждавшее в ней ужас зрелище. Она видела рассеивающие солнечные лучи светлое облако, и посредине его какого-то мужа, блиставшего неизреченную красотою. Это многократное видение возбуждало в ней удивление и заставляло спрашивать себя, кто одарил мужа такую красотою? За какие добродетели он удостоился столь великого прославления? Во время этих размышлений ей послышался как бы голос, обращающийся к ней с такими словами, «Мужа, которому ты делишься, украсила подобным образом смирение, соединенное с кротостью, зная, что через эти добродетели и ты достигнешь того же». Ежедневно созертая указанное чудесное явление, преподобная с такой ревностью украшала себя смирением и кротостью, что трудно было подыскать подобного ей в этом отношении человека. В ней не было заметно ни малейшего следа гнева или превозношения. Она преуспевала и в остальных добродетелях. Почему и могло ею, не обращенное грехом душевное око, созерцать на небе чудесные явления? Вместе с тем Господь удостоил ее и дара чудотворений. Однажды, когда она наедине предавалась благочестивым размышлениям, пришел к ней человек, у которого сильно болели глаза, и просил ее помолиться о нем Богу. Она же со смирением и как бы утешая его сказала, «Я также терплю глазную болезнь, терпи и ты, и Бог тебе поможет». Но он не отходил от нее, прося с верой исцеления. Тогда блаженная Афанасия возложила ему на глаза свою руку со словами «Господь наш Иисус Христос, исцелившись слепого от рождения, да дарую ты тебе, брат, совершенное исцеление». И тотчас человек избавился от своей болезни. Слава облаженной Афанасии распространилась по всей стране. Множество больных приходило в монастырь, получая здесь по молитвам преподобное исцеление. При церкви святого Стефана преподобная Афанасия устроила еще три, а одну во имя Пресвятой Богородицы, другую во имя святого Иоанна Предтечи, и третью во имя святителя и чудотворца Николая. Особенно она украсила церковь Пресвятой Богородицы, получая все необходимое для ее устройства от благочестивых людей, глубоко уважавших преподобную. Но слава и почет от людей, стеснение от приходящих породили в ней недовольство и желание уединиться в каком-либо ином месте. Взявши двух сестер, Марину и Евпраксию, она тайно удалилась в Константинополь, где и пробыла в одном женском монастыре семь лет. Сильно тоскуя по любимой, созданной ее трудами церкви Пресвятой Богородицы, она часто говорила со слезами. Стеснение и тщетное почитание человеческое заставили меня удалиться от церкви Владычицы моей Богородицы. Избегая суетной славы, я покинула великолепный храм ее и сижу теперь здесь, как странница. Однако преподобная и там не могла остаться в неизвестности. И здесь Бог прославил рабу свою. Она начала изгонять бесов и исцелять больных. Молва о ней дошла и до сестер ее, живших в Эгинском монастыре. Придя к блаженной Афанасии, они умоляли ее возвратиться с ними в свой монастырь, к чему побуждало ее и некоторое видение. Преподобная сказала сестрам Евпраксии и Марине, «Пора нам возвратиться к себе. В видении я зрела открытую церковь Пресвятой Богородицы, откуда повелевалось нам войти в нее». И оставив царь град, она возвратилась с сестрами на остров Эгину в свой монастырь. Здесь, спустя короткое время после возвращения, она сильно разболелась и за 12 дней узнала о своей смерти. Она видела двух мужей, одетых в белые ризы, которые, приблизившись к ней, подали ей написанную хартию и сказали, «Вот свобода твоя, возьми и возвеселись». Придя в себя после видения, она узнала, что скоро ей должно будет отойти ко Господу, и поэтому она 12 дней пребывала в молитве и благочестивых размышлениях, не употребляя ни пищи, ни питья, окружавших же ее сестрам, окружавшим она говорила, «Пойте, сестры мои, и непрестанно хвалите Бога, чтобы Он был милостив ко грехам нашим». Когда настал 12 день, преподобная сказала, обращаясь к ним, «Помогите мне, так как я уже очень ослабела, идите в церковь и докончите чтение Псалтири, а я уже более не могу, потому что почти совсем лишилась сил». Они с плачем вопрошали ее, «До которого Псалма ты дочитала, откуда мы должны начать чтение?» Она тихо отвечала, «Сейчас считаю девятидесятый Псалом и более не в состоянии». Сестры пошли и докончили чтение Псалтири. Затем они пришли и пали перед одром преподобную, прося у нее последней о себе молитвы. Она помолилась за всех и, обняв Марину и их праксию, сказала, «Сестры мои возлюбленные, вот в этот день мы разлучаемся, но в будущем веке Бог опять соединит нас. Да даст вам Господь мир любви и единодушия, и да не спошлет на вас свои щедроты». Во время этих и других ее прощальных слов лицо ее просияло, как свет, та, что присутствовавшая, исполнились удивления и ужаса. Между тем приближался праздник Успения Пресвятой Богородицы, и преподобная говорила сестрам, «Смотрите, не забудьте чего-либо нужного к празднику. Пусть и служение совершается благочинно, и сиротам, нищим, и вдовам устроите праздничную трапезу. После же божественной литургии «Предадите земле убогое мое тело!» Сказав это, обняв указанных сестер, она почила в Господе, как бы уснув обычным естественным сном. Она была точно живая, сама смежила очи и сомкнула уста, так что не было нужды в обычном по смерти служении. Сестры же, преподая к ее телу, так оплакивали сиротство свое. Куда, говорили они, удалилась ты, святая Матерь наша, соименная бессмертию? Неужели ты совсем оставила нас, а сиротелых, удалившись от глаз наших? Где мы увидим еще твое ангелоподобное лицо? Где услышим твой голос, утешающий в скорбях и наставляющий на добрые дела? Угас светильник, вселявший в нас бодрость и надежду. Вот ты спишь, а мы близки к смерти от тоски по тебе, мы более не увидим тебя, участвующую с нами в богослужении и получающую нас словами и собственным примером. Господь взял тебя в свои бессмертные обители. С таким плачем убирали они честное тело преподобной. Блаженная Афанасия скончалась 14 августа в новичеря праздника Успения Пресвятой Богородицы. Самый же праздник она, после совершения Божественной Литургии, была в честью погребена при неутешных рыданиях сестер. Сестра, приявшая после преподобной власти Игумени, не отходила день и ночь от ее гробницы. И явилась ей возник святая Афанасия, говоря, «Верь, не сомневай, что в сороковой день по своей кончине я приму уготованное мне от Господа». Игумени, проснувшись, недоумевала, что означает видение слова преподобной. В сороковой день сестры забыли, как иногда бывает, сотворить обычное поминовение, думая, что он настанет еще через двое суток. В этот день вечером явилась и святая Игумени сказала, «Зачем вы забыли сороковой день и ничего не сотворили для моего поминовения?» «Не подали нищим и не приняли, как следовало, желавших помянуть меня». Игумени, оставши, тщательно сосчитала дни и убедилась, что действительно настал уже вечер сорокового дня, в который надлежало совершать поминовение. Утром на следующий день, когда совершали поминовение во время Божественной Литургии, две инокини, начальницы хора, которым Бог отверг с душевной очи, увидели в храме дивное зрелище. В храм вошли два благолепные мужа, одетые в светлые ризы, ведя преподобную Афанасию. Поставив ее перед святым алтарем, они надели на нее, украшенную драгоценными камнями, царскую порфиру и возложили на голову ее царскую корону, увенчанную сзади и спереди крестом, и дали ей в руку, также украшенными драгоценными камнями, золотой скипетр, затем, взявши ее под руки, ввели царскими вратами во святой алтарь. В прологе повествуется еще следующее обложенное Афанасии. Отходя ко Господу, она заповедовалась сестрам ежедневно, в течение всего сорока уста, ставит нищим поминальную трапезу, но они испомнили ее повеление лишь до девятого дня, а потом перестали. Тогда святая явилась им с двумя ангелами и сказала, «Зачем вы забыли мое завещание? Знайте, что милостыни и молитвы иерейские, приносимые за душу в течение сорока дней, умилостивляют Бога. Если души усопших были грешны, то Господь дарует им отпущение грехов. Если же они правильны, то молящиеся за них будут награждены благодеяниями». Сказав это, преподобная воткнула в землю свой жезу и стала невидима. Сестры, вставшие утром и видя жезл ее рассветшей, прославили Творца всего Бога. Так повествует пролог. Спустя год после представления преподобной Афанасии в день ее поминовения пришли, как рассказывает Метафраст, в монастырь два священных мужа, приведя с собой женщину, мучиваясь злыми духами, сняв с гробницы покров, они раскопали земли и выняли самый гроб с телом преподобной и тотчас удалились нечистые духи и женщина, сделая здоровую. От гроба же распространилось благоухание и окружающие увидели каплющие из него мира. Тогда открыли гроб и глазам присутствовавших явилась преподобная, тотчас сейчас только уснувшая, лицо ее сияло благолепием, тело источавшее мира было мягко, так что руки сгибались, ничто не подверглось тлению. Это зрелище исторгло у всех из очей невольные радостные слезы. Священные мужи, закрыв гроб, решили не полагать мощей в землю, но поставить их открыто в храме, что и исполнили. Потом, устроив новую гробницу, переложили в нее честные мощи блаженной Афанасии. И на кине же, сняв с мощей властину и одежду, приготовили новую, шелковую, но когда хотели облечь в нее честные мощи, то они могли этого сделать по нежеланию святой Афанасии. Она, как живая, крепко держала руки при перчах, противясь намерению сестер. Она не желала шелковой одежды и по смерти любя нищету. Одна из инакинь, за свою добродетельную жизнь, ставшая избранным сосудом святого духа, преклонила колено и молилась, обращаясь к преподобной, как бы живой. Госпожа наша, как во время своей жизни с нами ты всегда оказывал беспрекословное послушание, так и теперь благоволи послушать нас и облачиться этой приносимой нами смиренную одеждою. Когда она помолилась, преподобная Афанасия послушала ее, и, о чудо! Поднявшись, села, простерши руки для одеяния. После же обличения она опять легла во гроб. И много чудес совершалось при ее святых мощах, получались исцеления от всякого рода болезней, беса оставляли людей по ее святым молитвам. Не достанет даже времени для подробного описания всех ее чудес. И пусть не сожалеют об этом читающие или слушающие ее житие. Будем довольствоваться, хотя и кратким, но все-таки полезным повествованием о преподобной. Ты же, блаженная Афанасия, почтенно именем бессмертия, сожительница божественным ангелов и евангельской ради Христа обнищавшая и обогатившаяся божественными дарами, всегда плакавшая и ничем не нарушимое утешение обретшая, в жажде и алзьбе временную жизнь проводившая и вечное блаженство получившая, к нищим милостивая и от Бога помилованная. Ты за чистоту сердечной приявшая свет Святого Духа и мир в душу свою, соделавшаяся храмом Святого Духа и сокровищницей добродетелей на земле, за что исподобилось неизвеченного прославления на небесах. Ты, водворившаяся в сонми святых и разделяющая блаженство с нами, помяни нас, восхваляющих Твое добродетельное житие и с радостью духовную почитающих Твою память. Призренно житие наше, проводимое среди мятежных мирских волн, чтобы молитвами Твоими правильно пожившим и избежали дьявольских сетей, исподобились вместе с Тобой вечного блаженства, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, с Ним же Отцу и Святому Духу слава, честь и поклонение и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь.